Всех приветствую дамы и господа, сегодня очередной ролик по мазетику РП 7 сервачок и сегодня в видео мы разберем работу тольнобойщика. Многие говорят, что это самая прибыльная работа, самая клевая работа и так далее. Сегодня мы это будем разбирать. Но при начале ролика, как всегда, всем желаю приятного аппетита, кто кушает и всем желаю приятного просмотра. Если ты хочешь также с нами играть о мазетике, то вводи при регистрации мой промокон Хамон, или у самой в игре сводишь слэш промок Хамон, который даст тебе виртуальную валюту и платину VIP на 7 дней. Так, давайте разберем полностью эту работу. Смотрите, работа тольнобойщика делится на 3 уровня. Первый уровень, второй уровень и третий уровень. Теперь начнем. А, первый уровень. Что значит первый уровень? Первый уровень значит то, что вы новичок, у вас в принципе ничего нету, либо уже есть, но вам будет доступна всего лишь одна машина, которая именно самая подходящая для этой работы. А именно Хелион. Почему именно он? Потому что он, во-первых, скорость для начала хорошая, багажник для начала хорошая. Если арендовать машину через функционал, то там дают губкат и так далее. Они очень медленные, тудие, управление плохое. Хелион вы же можете уже арендовать у других игроков, они очень дешевые, либо купить уже свой Хелион и так далее. И на нем работать. То есть первый уровень вы только на Хелион не можете работать. Но это именно какой мой вам совет, на чем именно работать нужно. Также вы можете, если вы богаты, конечно, если вы можете задонатить, вы можете купить сразу себе спринтер. Принтер, на чем сейчас именно я и езжу. И вы сможете работать на машине второго уровня, только уже на первом уровне, потому что она ваша личная машина. На арендованном спринтере вы не сможете этого делать. Также и на спида. Для второго уровня вы не сможете работать на первом уровне, И если это будет не ваша машина Перейдем, получается, на второй уровень Что значит второй уровень? Второй уровень отрывает вам все возможности А именно, аренда спинтера, аренда спида и так далее Если у вас нет то доната, то вы можете арендовать спинтер И работать спокойно на нем Также и на хере вы не работаете Это уже на ваш выбор Но все ездят на спинтере, поэтому на нем вы и будете работать Но опять же, повторюсь Можно купить на первом уровне машину спинтер За 8 тысяч доната И спокойно работать, и зарабатывать столько же как и на втором уровне зарплаты что знать зарплаты смотрите первый уровень вы работаете на херен и у него багажник 90 килограмм тем самым у него скорость 160 километров в час то есть если вы приходите второй уровень и ездите уже в пинтере то у него вместо 90 багажников 180 багажников значит два раза больше а что значит вы будете получать два раза больше зарплату и едет он не 160 а 230 то есть вы делаете все два раза быстрее чем на первом уровне это принципе отличается от первого уровня и второго уровня на третьем уровне когда вы приходите принципе я вот есть на третьем уровне и я не замечаю разницы между вторым уровнем да там допустим самый длинный маршрут этот раз километров я вместо 3 600 получаю 4000 все то есть 400 баксов разница это не ощутимо и качать для этого трудиться уровень ну такое себе можно спокойно качать ему сам как ему докачается и так теперь перейдем зарплатам самое интересное много роликов много комментариев и так далее то что для боится самая прибыльная работа это много получается за час и так далее я покатался на пинтере на третьем уровне для боя целый час и сколько я получил и как это я получил сейчас я вам покажу расскажу и мы выясним правда ли это самая топовая работа или нет итак смотрите за первый рейс 12 километров я получил 3 800 что значит 3 800 это не забываем то что я играю с платиновым вип платиновым вип вы можете получить при регистрации моего промокода который вам дать на 7 дней на 7 дней вы принципе можете легко апнуть 2 лавала 3 800 до 100 дает платиновый платиновый дает вам полтора раза больше зарплаты а именно то есть я получил бы им 3 800 а там 2 с копейками есть преимущество потянули просто берите покупаете либо активируйте мой промокод опять же теперь перейдем к тому сколько же я получил за час сейчас я вам покажу конечный итог моих поездок помните я начинал со 100 баксовыми а теперь у меня получилось вот такая сумма ну что не получается последний моя меточка прошел ровно час я там маленько опоздал потому что я отходил я эти шесть минут грубо говоря и за добавил и сделал осталось 300 метров до последней моей метки я уже заработал 38000 последняя моя метка мы сдаем и смотрим сколько же я получаю за целый час дальнобоя меня никто не грабил меня это принципе не останавливал меня спокойно сделали после этому сюда вот поедем чтобы завершить нашу работу и узнать сколько я же получил и получил я получается 40000 плюс при взятии работы я взял квест у каждой работы есть свой квест надо вот видите справа вверху у меня поговорить с работодателем то есть мне надо будет заработать 25000 он даст мне бонусом какие-то денежку нас мы доедем и посмотрим какого на нам даст еще плюс там и итоговую сумму мы уже озвучим и так подъехал получается я к работодателю нашему подходим к нему так я завершил задание нажимаем и того еще пять тысяч сверху и того я заработал 45 тысяч за час ну что 45 тысяч за час это не считая с квестом 5000 и того 40 тысяч мы заработали за час это просто если ты играешь соло включая фильмец и просто зарабатываешь эти денежки прибыльно но опять же качать долго нудно тратишь донат на покупку машины либо аренда и так далее как по мне как я люблю я люблю работать в компании на мажистике есть такие работы которые вы делаете компании чем больше у вас людей тем больше вы получаете те же самые мусорщик вы можете там ездить четвером и получать те же самые деньги и на первом уровне как вас будет и веселье вы можете поговорить с друзьями и так далее также на инкассаторе вы можете ездить четвером зарабатывать можете на почтальоне также ездить дальнобойщик это соло работа и чисто под фильмец да еще на ней можно поработать а прибыльная или нет я думаю принципе все работы одинаковые я работаю мусорщиком и думаю за час примерно плюс-минус компании я зарабатываю столько же как и надо для больших третьего левела затраты да надо покупать машину либо арендовать машину тратить до донатку и так далее на остальных работах просто берешь машину арендуешь и работать компании веселись как по мне мне нравится больше корпоративной работы чем столики ну а тут решать вам я принципе казалось только заработал за час прибыльно это не прибыльно опять же решать вам по мне так да хорошая зарплата но все они работы принципе одинаковый как по мне лучший корпоратив но я со всеми буду прощаться ставим лайки дизлайки ну и пишем комментарии